Эта церемония, ежегодно проходящая в столице шведского королевства Стокгольме, знаменует собой своеобразное подведение итогов развития нашей цивилизации за год. Вручение Нобелевской премии – официальное признание значимости для всего человечества достижений и открытий в области естественных наук, медицины, литературы. Альфред Нобель, чьим именем была названа и на чьи средства была учреждена эта награда, большинству людей известен лишь как человек, придумавший динамит. Призантное взрывчатое вещество. И хотя Нобель обладал множеством разносторонних талантов, именно динамит принес ему столь нежелательную для изобретателя скандальную славу. Как только не называли его острый на язык газельчик, и динамитный король, и торговец взрывчатой смерти, однако основой его благосостояния и, если хотите, основой самой Нобелевской премии, стало другое изобретение. Бризантное, то есть дробящееся взрывчатое вещество приводилось в действие специальным приспособлением – детонатором. Детонатор, предложенный Нобелем и предусматривающий использование пороха для взрыва нитроглицерина, он – главная составляющая динамита, определил тенденции развития военной техники и оружия на многие годы вперед. Это относилось и к такому специфическому оружию, как ручные гранаты. Первые упоминания о разрывающихся снарядах, которые бросали рукой внеприятеля, относятся к 8 веку. Однако и до этого люди знали, как обрушить на головы противников глиняные горшки с горящими углями или кипящей смолой. В городе Фустат, бывшей столице Египта, упоминается, что были примены первые прообразы ручных гранат. Это были емкости различные в виде горшочков глиняных, папирусные свитки, значит, свернутые в емкости небольшие, в которые начинялись негашеной известью. Появившиеся позднее глиняные шары, заполненные подобием порохового состава и снабженные тлеющим фитилем, лишь по принципу действия поджечь, бросить и ждать, пока рванет, были сходны с гранатой. Круглый шар из жженой глины изрядной толщины сильно разрывается и дает сильный удар. Такой шар удобно кидать от себя в толпу неприятеля. Когда огонь доберется до затравки, шар взрывается и бьет далеко вокруг себя. Так писал в 16 веке в своем обзоре военного дела некий граф Сольмс. Ружейный мастер из Зальцбурга Себастьян Гелли впервые называет взрывающиеся шары гранатами или гранадинами. Когда был изобретен порох, собственно, гранаты уже были, изготавливались из сплавов металла, чугуна, различные другие емкости использовали. И запалом служили для таких гранат-фитилей, потому что черный порох, ему достаточно было просто дойти из курагня, чтобы граната взорвалась. По свидетельству историков в источниках, повествующих о так называемых итальянских войнах, неоднократно упоминаются случаи использования гранат. Как правило, это были массивные чугунные шары, начиненные зарядом дымного пороха и воспламенителем в виде фитиля, деревянной замедлительной или стопиновой трубки. Такие гранаты могли использовать только физически сильные солдаты, причем обученные специальным способом метания. Существовали и приспособления для метания тяжелых чугунных шаров. Это могло быть что-то похожее на прощуп или на вот такое устройство. В 17 веке почти во всех армиях европейских стран появились отдельные подразделения гранатометчиков, гренадеров. Очень скоро слово «гренадер» стало нарицательным, описывая кого-нибудь, имевшего высокий рост и крепкое телосложение, достаточно было сказать о нем «человек гренадерского роста». Бесспорно, основным неудобством гранат того времени был запал. Тлеющий фитиль не позволял точно предугадать время до взрыва. Нередко упавший шар с горящим куском шнура давал время солдатам противника разбежаться, а то и швырнуть такую гранату обратно. Первые запалы, соответственно, изготавливались из просеющих материалов. Это были деревянные трубочки, начиненные тем же самым порохом, либо фитили, пропитанные маслом, которые горели и зажигали заряд гранаты. Но к середине 19 века с изменением тактики ведения боевых действий Ручные гранаты использовались лишь защитниками крепостей и фортов, помогая отражать атаки неприятеля. Интерес к ручным гранатам проявился вновь после изобретения бризантных взрывчатых веществ и детонаторов для их подрыва. Вспомним Альфреда Нобеля. В России о гранатах вспомнили после окончания русско-японской войны. В силу множества позиционных действий этот вооруженный конфликт можно смело назвать первой окопной войной. Вот тогда-то и потребовалось оружие, способное поразить противника в траншеях и в окопах. Военные специалисты обратили свое внимание на слегка подзабытые к тому времени ручные гранаты. В 1909 году капитан артиллерии Рдултовский разработал гранату оригинальной конструкции с дистанционным запалом. После доработки гранату приняли на вооружение как гранату образца 1912 года. В 2014 году изобретатель провел очередное усовершенствование. Изменив форму корпуса, она теперь стала бутылкообразной и добившись усиления поражающего действия. У этой гранаты сбоку корпуса имелся желоб для ударного механизма, который состоял из ударника с боевой винтовой пружиной и жестко соединенного курка, а также предохранителя. В рукоятке монтировался рычаг, отжимаемый винтовой или пластинчатой пружиной и удерживаемый кольцом. Осевой канал в разрывном заряде открывался воронкой вверху корпуса. Четырехсекундный запал имел П-образную форму. Короткое плечо содержало капсуль-воспламенитель и нити стопина. Длинная, замедлительный состав и капсуль-детонатор. Рычаг сжимал пружину и отводил зацепом ударник назад. Боевая пружина сжималась между муфтой и курком. При броске рычаг отжимался. Боевая пружина толкала ударник, и тот накалывал бойком капсуль-воспламенитель. Огонь по нитям стопина передавался замедлительному составу, а затем капсулю-детонатору. Внутри корпуса была уложена в два слоя осколочная лента с просечками. Крестообразные просечки делили ленту на квадратики со стороной около 9 мм. Наряду с несомненными достоинствами – простота изготовления, образование большого количества осколков при взрыве, сравнительно большой заряд взрывчатого вещества – граната РДУЛТовского имела существенный недостаток. Сложный и долгий процесс подготовки гранаты к применению. Прежде чем метнуть гранату в неприятеля, следовало произвести более десятка манипуляций. Кроме того, в полевых условиях состав запалов нередко отсыревал, и граната превращалась в бесполезную железяку. Но других гранат собственного производства в русской армии не было, да и этих не хватало. Производство гранат образца 12 и 14 годов было развернуто лишь к 1915 году. С начала войны по 1 января 1915 года в войска поступило всего 400 тысяч единиц, в то время как, по оценкам главного артиллерийского управления, армия ежемесячно требовалась около 2 миллионов гранат. Гранаты Рдултовского образца 14 года прослужили в русской, а затем в Красной армии более 20 лет. После революции и окончания Гражданской войны, артиллерийское ведомство РКК принялось наводить порядок на своих складах, где скопилось огромное количество самых различных боеприпасов. Согласно отчетам артиллерийского комитета на вооружении Красной армии, состояли 17 образцов гранат различного типа. В зависимости от боевого назначения, гранаты разделяются на противопехотные, противотанковые и специальные. В свою очередь, противопехотные делятся на осколочно-фугасные и зажигательные. Граната Рдултовского относилась к гранатам осколочно-фугасного типа. Во время войны бойцам приходилось и обороняться, и атаковать. И для каждого из этих военных действий существовал свой тип гранат – оборонительные или наступательные. То есть, если брать период Первой мировой войны, когда начали уже разрабатывать гранаты и оружейные, в том числе, и ручные, уже стали их разделять на оборонительные и наступательные. То есть, им дополнительно придавали какие-то оболочки, поражающие элементы уже в гранаты добавляли, чтобы поразить большее количество противника. Ручная осколочная граната англичанина «Милса», которая долгое время стояла на вооружении не только царской, но и Красной армии, как раз предназначалась для оборонительного боя. По некоторым данным, граната «Милса» номер 5 стала самой массовой гранатой Первой мировой войны. До ее окончания было выпущено около 70 миллионов штук. Поэтому нет ничего удивительного, что на складах РКК хранилось немало запасов этих боеприпасов. Тактико-технические характеристики гранаты «Милса» номер 5. Длина 100 миллиметров, диаметр 60 миллиметров, масса 600-770 граммов, тип ВВ тротил, масса ВВ 60-70 граммов, радиус поражения 30-100 метров. Время замедления 3,5-5 секунд. Как и всякую оборонительную гранату, изделие «Милса» отличал массивный толстый корпус и большой радиус разлета осколков. Корпус был изготовлен из чугуна и снаружи имел поперечные и продольные насечки. Такое оребрение корпуса, как полагают многие, по замыслу конструкторов обеспечивало правильное его дробление на осколки. Но сделано это было лишь для удобства удержания гранаты в руке. Как показал опыт, при использовании мощных брезантных взрывчатых веществ, при срабатывании граната разлеталась на совершенно непредсказуемые осколки. Но вернемся к гранате. В нижней части корпуса имелось отверстие, куда ввинчивалась центральная трубка, в которой размещался ударник с боевой пружиной. Отверстие закрывалось пробкой. Здесь же на корпусе имелись два прилива. В них при помощи оси крепилась предохранительная скоба, являвшаяся частью ударно-предохранительного механизма. Помимо скобы, он включал в себя предохранительную чеку и ударник с боевой пружиной. Запал гранаты состоит из колодки, в которой крепится капсуль-воспламенитель, и отрезка огнепроводного шнура. Хвостовик ударника через верхнее отверстие подхватывается вилкой предохранительной скобы. Скоба фиксируется при помощи чеки, вставленной поверх скобы в отверстие приливов корпуса. Вставляется запал. После удаления предохранительного кольца, в момент броска, предохранительная скоба под действием пружины ударника поворачивается вокруг своей оси и освобождает ударник. Тот, поджимаемый боевой пружиной, накалывает капсуль-воспламенитель. Загорается огнепроводный шнур, который, выгорая, заставляет сработать капсуль-детонатор. Детонатор взрывается и подрывает заряд взрывчатого вещества гранаты. К достоинствам гранаты следует отнести простоту обращения с ней и надежность. После удаления чеки гранату можно было держать в руке, прижимая предохранительную скобу, и бросить в нужный момент. Еще одной гранатой оборонительного типа, стоявшей на вооружении Красной Армии, была осколочная граната F-1. Впрочем, стоявшая — не совсем точное определение. В своем усовершенствованном виде F-1 до сих пор находится на вооружении нашей армии. А первый вариант F-1 был разработан на основе французской ручной гранаты 1915 года и английской гранаты системы Лемона. Кстати, название «Лемонка» она получила не из-за своей формы, похожей на этот кислый фрукт, скорее ее следовало бы назвать «Ананаска», а из-за слегка искаженной фамилии своего изобретателя. «Лемонка» очень скоро превратилась в «Лемонку». В литературе до сих пор осталась ошибка, которую используют до сих пор и в плакатах наших, и в наставлениях, что разлет осколков гранаты F-1 до 200 метров поражаемости. Хотя фактически у нее, как и у стандартной гранаты, поражаемость примерно 25-30 метров, собственно, не более. Почему эта ошибка закралась, неизвестно, но, вероятно, может быть, это была ошибка при наборе текста, потому что набирали люди текст посторонней типографии. Может быть, это ошибка военного, который составлял текст руководства. Но вот так получилось, что она до сих пор у нас используется, эта ошибка, в литературе. Еще в 1918 году артиллерийский комитет поставил задачу создать новый запал к гранате F-1 французского производства. На складах РКК скопилось большое количество этих боеприпасов, но использование их запрещалось как раз из-за ненадежности французского запала. В 1920 году изобретатель Федор Ковешников предложил свою модель запала дистанционного действия. Запал системы Ковешникова состоит из ударно-спускового механизма и корпуса замедлителя с закрепленным на нем детонатором. Ударно-спусковой механизм состоит из корпуса колпачка с припаянной предохранительной скобой, пружины предохранительного колпачка, предохранительные чеки с кольцом, ударника с боевой пружиной, стопорного шарика. Детонатор ввинчивается в корпус запала. В верхней части корпуса расположен капсуль-воспламенитель, в центральном канале – пороховой замедлитель. Капсуль-детонатор надевается на корпус замедлителя снизу и обжимается. В момент броска предохранительный колпачок под действием своей пружины перемещается вверх по корпусу запала и открывает отверстие, куда вставлен шарик. Под действием боевой пружины ударник устремляется вперед и выталкивает шарик наружу, после чего накалывает капсуль-воспламенитель. Вспышка передается на пороховой замедлитель, а после его выгорания попадает на капсуль-детонатор, что приводит к его взрыву и взрыву заряда. Однако лишь через 8 лет конструкция Ковешникова попала в войска. В 1928 году граната с его запалом под обозначением «Ф-1» была принята на вооружение Красной Армии. Потребность в запале Ковешникова появилась только где-то в году 1928, то есть в начале 30-х годов, когда стал вопрос о перевооружении, собственно, армии, и требовался новый автоматический запал к гранате. «Ф-1» на тот момент являлась в 30-х годах уже основной гранатой, стоящей на вооружении Советской Армии, и поэтому требовался безопасный запал, который могли бы использовать солдаты, простые, даже не обученные. В начало 30-х все имевшиеся на складах французские гранаты были снабжены новыми запалами, а вскоре было налажено и собственное производство корпусов этих гранат. Достоинством запала Ковешникова стала не только его надежность, но и то, что время замедления сократилось почти в два раза — с 7 до 3,5-4 секунд. Это не позволяло неприятелю метнуть гранату обратно. В 1933 году на вооружении бойцов Красной Армии появилась новая ручная осколочная граната системы «Дьяконова» — РГД-33. Работу над ней конструктор начал еще в 1926 году, когда артиллерийский комитет объявил конкурс на разработку следующего типа гранат. «Дьяконова» — наступательная с малым радиусом разлета осколков для возможного метания в атаке, оборонительная с большим радиусом разлета осколков для метания из-за укрытия. «Дьяконов» в своем изобретении сохранил ряд черт гранат-бутылочной формы, таких как рукоятка, содержащая ударный механизм и облегчающее метание, запал, вставляемый перед броском, сдвижная чека-предохранителя, полуготовые осколки, спрятанные внутри между зарядом и корпусом, съемный осколочный чехол, превращающий гранату из наступательной в оборонительных. Оригинальной особенностью РГД-33 была необходимость ее резкого броска. Тогда внешняя трубка рукоятки отходила от корпуса, потом поворачивалась боевой пружиной, и ударник получал возможность наколоть капсюль запала. Если броска не было, то граната оставалась на боевом взводе. Даже если такую гранату случайно уронить, она не взрывалась. Ее можно было поднять и метнуть в сторону противника. Такой предохранительный механизм делал гранату безопасной в обращении. Применялись РГД-33 и для борьбы с танками противника, для чего их соединяли в связке по пять штук. Для связывания гранат производились специальные ремешки, но их, как всегда, не хватало, поэтому в ход шла проволока, провода, веревки и даже бинты. В инструкции предусматривалось использование в связке гранат и с ручками, и с осколочными чехлами. Но на практике к одной гранате с ручкой привязывали просто корпуса четырех других гранат, тем самым уменьшая вес связки почти на полтора килограмма. В целом, однако, следует признать, что механизм этой гранаты был неудачным. Стремление к простоте производства, надежности и безопасности привело к неожиданному результату. Подготовка гранаты к боевым действиям состояла из нескольких операций и занимала слишком много времени. Проявилось это весьма скоро, во время так называемой «зимней войны». Кроме того, выяснилось, что в ходе реального боя не всегда есть возможность выполнить энергичный замах. Тем не менее, РГД-33 состояла на вооружении и производилась вплоть до окончания Великой Отечественной войны. В 1942 году на вооружение Красной Армии поступила ручная осколочная наступательная граната РГ-42, разработанная конструктором Коршуновым. Внешне она напоминала обыкновенную консервную банку на ручке. Только вместо сгущенки или тушенки, внутреннюю размещался заряд взрывчатого вещества и осколочная рубашка из свернутой толстой стальной ленты с насечками. Самое забавное, то что производство таких гранат действительно могло быть налажено на любой консервной фабрике, и при этом ее боевые качества не уступали бы более сложным и дорогим аналогам. Ее отличительной чертой стало появление в конструкции нового запала, придуманного Вицени и Пятняковым в 1941 году. УЗРГ — универсальный запал для ручных гранат, с 1942 года стал применяться во всех гранатах Красной Армии. В металлическом корпусе помещался ударно-спусковой механизм. Внутри корпуса закреплена шайба, направляющая движение ударника. На корпус ударно-спускового механизма надевается резьбовая втулка, при помощи которой запал ввинчивается в гранату. Втулка фиксируется выступом, входящим в паз корпуса запала. Ударно-спусковой механизм включает в себя предохранительную скобу, предохранительную чеку с кольцом, ударник с боевой пружиной. Собственно, запал также имеет металлический корпус, где размещается капсуль-воспламенитель, пороховой замедлитель и капсуль-детонатор. Замедлительный состав представляет собой пороховую мякоть. Боевая пружина упирается верхним концом в направляющую шайбу корпуса, а нижним — в шайбу ударника. Предохранительная скоба фиксируется при помощи шплинта предохранительной чеки, проходящей через отверстия ушек скобы и отверстия стенок корпуса запала. После удаления предохранительной чеки скоба удерживается рукой. В момент броска скоба освобождает ударник. Огонь попадает на замедлительный состав, тот, выгорая, приводит в действие детонатор, а затем происходит подрыв заряда гранаты. Простая в производстве, небольшая по габаритам, ее вес не превышал полкилограмма и удобная в применении РГ-42 должна была заменить не совсем удачную РГД-33. Но они просуществовали вместе до конца войны. В том же 1942 году в войсках появилась и РГ-42В. Ее стали выпускать заводы, на которых ранее производились ружейные или винтовочные противотанковые гранаты ВПГС-41. После снятия ВПГС с вооружения эти предприятия переключились на производство ручных гранат с использованием уже имевшейся технологии. Корпус гранаты представлял собой слегка видоизмененный корпус винтовочной гранаты. Он сворачивался из металлической полосы и соединялся швом. Сверху корпус закрывался крышкой с отверстием, над которым была закреплена резьбовая втулка, куда ввинчивался запал. Снизу корпус закрывался дном и баллистическим колпаком. Дно корпуса – переделанная кумулятивная воронка винтовочной гранаты. Внутри корпуса размещались 3-4 витка металлической ленты. В ходе войны неоднократно предпринимались попытки избавиться от недостатков принятой на вооружение ручной гранаты системы «Дьяконова» РГД-33. Очередной такой попыткой стало использование мощности по производству этой гранаты для создания нового боеприпаса – ручной осколочной гранаты РОК-43. Она сохранила все положительные стороны РГД-33 и в то же время была лишена многих ее недостатков. Самое главное в этой конструкции – предохранительная скоба позволяла после удаления предохранительной чеки удерживать ударник на боевом взводе и метать гранату в нужный момент. Ударно-предохранительный механизм состоит из ударника, шайбы, боевой пружины, предохранительных скоб, колпачка и чеки. Шайба имеет прорезь и надевается на удар. Предохранительная скоба раздвоена на конце и вставляется под ударник, удерживая его во взведенном положении. Перед броском скобу прижимают к корпусу и извлекают предохранительную чеку. Для удобства извлечения к чеке был привязан шнурок. В момент броска скоба отбрасывается в сторону и освобождает ударник. Под действием пружины он накалывает капсюль запала, что приводит к его взрыву и взрыву заряда граната. Граната РОК-43 производилась в больших количествах, причем в основном на промышленных предприятиях Кавказа и широко применялась на фронтах Великой Отечественной войны. Ручные гранаты не случайно называли «карманной артиллерией». Хорошо обученные бойцы, вооруженные гранатами, могли успешно противостоять и бронетехнике противника. Для этих задач был разработан целый ряд боеприпасов, помогавших бороться с танками и с другими машинами, одетыми в броню. Но об этом мы расскажем в нашем следующем фильме.